ДИАЛОГ Дмитрий Алексеевич Сгурский, генеральный директор Государственного объединения жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области. В 1996 году окончил Гомельский политехнический институт имени Павла Сухого, где получил специальность инженера промтеплоэнергетика. В 2010 году получил дополнительное образование в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорыны по специальности государственное управление. Трудовую деятельность начал в 1996 году помощником мастера арендного производственного деревообрабатывающего объединения «Гомель-Древ». Проходил службу в вооруженных силах Республики Беларусь. По ее завершении продолжил работу на предприятии «Гомель-Древ» на должностях мастера, начальника цеха, главного инженера. В 2006 году возглавил коллектив коммунального производственного унитарного предприятия «Гомель-Облтеплосеть». В 2011 году назначен на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского областного исполнительного комитета. На вопросы, которые касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 8 0232 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Добрый вечер. Прежде чем мы перейдем к нашей беседе и ответам на вопросы телезрителей, давайте посмотрим короткий анонс событий наступившей недели. 1 октября будет отмечаться Международный день пожилых людей. В Гомельском регионе проживает более 287 тысяч человек, которые переступили возрастной рубеж в 60 лет. В течение этой недели в каждом районе области пройдут праздничные мероприятия, концерты, встречи, торжественные вечера с чествованием ветеранов труда. В среду 2 октября председатель Гомельского областного исполнительного комитета Геннадий Соловей проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан в Светлогорском райисполкоме. Время работы прямой линии с 10 до 11 часов. Номер телефона 4 0101. После состоится личный прием. Необходима предварительная запись. На этой неделе Гомельскую область посетят представители российских средств массовой информации. В программе пресс-тура посещение промышленных предприятий и объектов социальной сферы района. Встреча с представителями союзного государства и руководством области. В среду 2 октября областной благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя» будет собирать денежные средства на лечение двухлетнего Руслана Варушина из города Ветки. Желающие оказать поддержку могут перечислить денежные средства на благотворительные счета ребенка или посетить концерт. В четверг 3 октября в Гомеле пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. Лучшие педагоги области будут отмечены грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками. 4 октября в Беларуси стартует перепись населения. Принять участие можно тремя способами. С 4 по 18 октября анкету можно заполнить самостоятельно в сети. Кроме того, будут работать стационарные и мобильные переписные участки. С 21 по 30 октября будет проводиться опрос населения по месту жительства. Об этих и других событиях подробно расскажут новости на Беларусь-4 Гомель. Дмитрий Алексеевич, а от вас мы ждем самую главную новость, самую долгожданную, когда уже будет тепло в квартирах. Все зависит от погоды. Мы, конечно, наверное, уже как потребители хотели бы иметь теплые помещения жилые, куда приходить уютнее гораздо. Но все зависит от погоды, повторюсь. И она традиционно диктует свое. Отопительный сезон в жилищном фонде начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней сложилась меньше 8 градусов. Несколько ближайших дней будут теплыми, вплоть до 20 градусов тепла. А потом резкое похолодание и уже, конечно, будет очень комфортно. Есть шансы нам рассчитывать на то, что к концу недели уже потеплые батареи? Да, возможно, принятие местными исполнительными органами власти, принятие решений на включение отопления в жилищном фонде. Напомню, что в социальных объектах отопления включено во всей области. Это школы, больницы, детские сады, библиотеки, другие заведения такие. Ну, а от жилищного фонда, наверное, осталось немножко подождать, буквально несколько дней. Я думаю, потихоньку начнется включение и в жилищном фонде в области. Стоит ли паниковать, если отопление включили, а батареи горячими не стали? Ну, ни в коем случае. В любом случае, в конечном итоге на пуск отопления дается до пяти дней. Потому что существуют технологические моменты, когда необходимо осуществить продувку систем, наладку систем отопления. И поэтому волноваться не надо, но сообщить, соответственно, в обслуживающую организацию надо, чтобы, ну, как говорят, ваша заявка не осталась без внимания, да, и если какая-то проблема существует, то обслуживающая организация ее отработает и, соответственно, проведет необходимые мероприятия для того, чтобы устранить эту неприятность. Спасибо большое. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слышим вас. Алло, вы уже в эфире. Пожалуйста, не прерывайте, задавайте ваш вопрос. Мы вас внимательно слушаем. Алло. Расскажите, что в городе Довске на каждое нас есть уступление. Мы вас слышим, но пока не понимаем. Говорите, пожалуйста, ваш вопрос. В городе Довске всегда вводят уступление. Уже сколько дней холодно. Отопление холодно. В Доврыше вы живете, да? Да. В Доврыше. Ну, вот как раз, да, то, с чего мы начали. Вообще, районные власти, спасибо за звонок, принимают решения самостоятельно, исходя из показателей, да? Да, из погодных условий, да. Принимают. То есть, начало топительному сезону уже дано. Оно традиционно начинается с объектов социальной сферы. Дальше, в зависимости от погоды, местные органы власти самостоятельно принимают решения на включение. То есть, лучше в своем управлении поинтересоваться. Какие планы? Конечно, да. Потому что, ну, все-таки Гомельская область, хоть и не такая большая, но тем не менее разбросаны. Есть северные районы, есть южные районы, и температура между районами колеблется. И, соответственно, в каких-то регионах уже, может быть, и наступила эта температура, а в каких-то еще и нет. Ну, это в любом случае вопрос ближайших нескольких дней, да? Конечно. В любом случае. До конца недели. Традиционно осень берет свое, и потихонечку холода надвигаются и надвигаются. Вот. Ночные температуры опускаются уже к отметке ближе к нулю. И, соответственно, среднесуточная температура тоже опускается, что, ну, объективно будет способствовать включению отопления. Подготовки к отопительному сезону традиционно очень большое внимание, потому что это огромный комплекс объектов жилищно-коммунального хозяйства. Уже все подготовительные мероприятия выполнены на 100%. Да, все подготовительные мероприятия, которые планировались, как вы правильно заметили, это комплекс мероприятий, который включает в себя более 55 направлений. Традиционно это работы в жилищном фонде, это подготовка теплоисточников, подготовка тепловых сетей, водопроводно-канализационного хозяйства. Вот. Это колоссальный объем, как с точки зрения самого объема выполняемых работ, так и финансовых средств, которые затрачены были на выполнение всех этих мероприятий. Чуть подробнее об этом мы посмотрим в сюжете буквально через несколько минут. Ну, а пока я предлагаю выслушать очередного зрителя, который к нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Вы уже в эфире. Ваш вопрос? Дмитрий Алексеевич, студия. Значит, вот такой вопрос. Ремонт подъезда на сегодняшний день осуществляется за счет жильцов, как я знаю. Я бы хотела знать, организуют ли управление ЖКХ центры на проведение таких ремонтов, ну, чтобы сэкономить деньги жильцов, или просто ЖКХ навязывает нам очень дорогую услугу? А у вас конкретный пример есть какой-то, да? Да, да. Вот я хотела насчет ремонта, и они мне рассчитали несопоставимые стены. Ремонт подъезда наше самоуправление. Поняли вас. Спасибо большое. Дмитрий Алексеевич, поясните, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Ну, в этом вопросе, наверное, поясню немножко. Навязывание услуги не может быть. Вот. Действительно, всю работу берет на себя жилищно-эксплуатационная организация, которая обслуживает ваш дом. И порядок проведения такой. То есть, изначально включаются определенные подъезды в титульный список. Он утверждается, ну, в данном случае, администрацией, если это в городе Гомеле района. Если это, соответственно, в районе, то соответствующим райисполкомам. И согласно по этим спискам уже происходит вся работа. То есть, эксплуатирующая организация собирает граждан, проживающих в этом подъезде. Она доводит до них информацию, что данный подъезд включен в титульный список. И называет приблизительную стоимость и перечень работ, которые необходимо выполнить в этом подъезде. Дальше граждане могут поучаствовать, в том числе, ну, как в меньшую сторону, но не нарушая социальные какие-то там стандарты и технические нормативы, так и в большую. Может быть, плитку положить, может быть, что-то еще дополнительно захотят. И есть выбор. Граждане могут нанять самостоятельно организацию, которая будет, соответственно, эту работу проводить. Вот. Единственное, эксплуатирующая организация придет проверить качество выполняемых работ. Вот. Либо, если граждане от этого откажутся, то тогда, конечно, ну, эксплуатирующая организация выполнит весь этот комплекс работ. Поэтому выбор всегда есть. Вот. И здесь монополий никакой не существует. Спасибо, Дмитрий Алексеевич. У нас есть очередной телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы уже в эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Вас беспокоит самцов Евгений Владимирович, проживающий по улице Борису Царикова. Вот у нас в улице есть такая подрядовская мошмая нагородня, и по ней очень распитая дорога. Она распита не там, где машины ездят, там, где ходят люди, и как раз где находятся магазины. Туда не подъехать. Огромные ямы. Вот. Это первый вопрос. И второй. Когда еще, ну, ненужные лежачие полицейские, которые положены просто без всякого, ну, так сказать... Ну, это вот вам кажется, что они ненужные, но, наверное, ненужных лежачих полицейских не бывает, по мнению у госавтоинспекции. Нет, просто я вот сюда поезжу, и я знаю, даже где они есть. Пожалуйста, могу подъехать, показать, показать. Спасибо большое за ваши вопросы. Ну, к компетенции, Дмитрий Алексеевич, относятся только первые из них. Ну, в какой-то мере, лежачие полицейские, это наша совместная работа с ГАИ, УВД Гомельского облсполкома. Вот. И если где-то есть, как граждане считают все-таки это, то они, конечно, могут обратиться в ГАИ с соответствующим запросом, и соответствующие службы выйдут на место, рассмотрят. Но, как правило, все-таки лежачие полицейские, сделанные с определенным смыслом, несут какую-то определенную нагрузку, потому что, ну, просто так их делать, это дополнительные затраты, никто это, конечно, тоже не будет делать. Ну, а что касается все-таки разбитых ям, ну, не знаю, честно говоря, на 8-й Нагородний, на мой взгляд, все-таки, может быть, это имеется дворовые там где-то территории. По отдельным, конечно, есть определенные, ну, сложности или где-то ямочный ремонт требует дворовой территории. Ну, а в целом, если говорить, ну, про 8-ю Нагороднюю, то вроде подъезд к магазинам там везде обеспечивается, нормально, тем более там ходит общественный транспорт, поэтому, ну, так сложно сходу сказать. Сходу, конечно же, не скажешь, нужно там побывать, провести какое-то обследование. Можно обратиться в соответствующую эксплуатирующую организацию, да, и выйдут специалисты, посмотрят. Если там имеется критичность какая-то, то, соответственно, будут приняты меры. Поручите, Дмитрий Алексеевич, проверить, пожалуйста. А пока предлагаю прерваться, ненадолго посмотреть сюжет. Мы через несколько минут вернемся в эту студию, ждем ваших вопросов. Пожалуйста, звоните нам. На заседании Гомельского облсполкома вопрос готовности организаций к работе в осенне-зимний период был основным. Главный прозвучавший вывод – Гомельским городским и районными исполнительными комитетами готовность объектов обеспечена, что, впрочем, не исключает наличие некоторых моментов, требующих повышенного внимания. Это и подготовка автомобильных дорог к зимним условиям, и разработка планов по обеспечению населения питьевой водой в случае неисправности системы. Кстати, этому вопросу особое внимание. Изменения в лучшую сторону уже могут подтвердить, в частности, жители домов на улицах Портовой и Книжной областного центра. До этого года вода в квартиры подавалась с помощью одного старого насоса, который постоянно ломался. Работники Гомельводоканала говорят, что это было действительно большой проблемой. Новая станция не только работает в автоматическом режиме, но и исключает даже теоретическую возможность оставить людей без воды. Старая насосная станция имела один насос, который периодически выходил из строя, и были проблемы с надежностью водоснабжения. Поэтому было принято решение для водоснабжения группы жилых домов по улице Портовой и Книжной для повышения надежности, установить, выполнить реконструкцию насосной станции. Практически полностью готовы к работе в зимний период и коммунальные котельные. Поставленные задачи понятны каждому. Замена котлов на энергоэффективные и перевод объектов в режим работы без обслуживающего персонала. Там, где это возможно, использование местных видов топлива. На предприятии Гомельоблтеплосеть заверяют, работа идет в плановом режиме. Никакого аврала. Ремонт и профилактики проходят в штатном режиме. По модернизациям котельных вывод безоператорный режим. Это уже не первая котельная. Поэтому особых каких-то трудностей при модернизациях не возникает. Уже это все у нас отлажено на потоке. Центральные тепловые пункты сегодня есть во всех многоквартирных домах. Ревизия арматуры, проверка приборов учета расходов тепловой энергии и систем регулирования этой энергии в соответствии с экономической целесообразностью. Здесь тоже ничего необычного. Нужно просто добросовестно выполнить все запланированное. В межотопительный период был разработан план мероприятий по подготовке КЗП. Для реализации данного плана мероприятий из городского бюджета было выделено порядка полтора миллиона рублей. Нашим предприятиям для освоения этих финансовых средств проводились работы по текущему ремонту инженерных сетей, ремонту кровель, фасадов, стыков. Что осталось сделать в этом году? Закончить перекладку сетей водоснабжения и тепловых сетей. В принципе, эти работы можно выполнять и с наступлением холодов. Комфортные условия в жилых домах и объектах социальной сферы поддержат временные сети. На случай чрезвычайных ситуаций в Гомельской области созданы оснащенные всей необходимой техникой аварийные бригады с круглосуточным дежурством. Впрочем, только инженерными коммуникациями процесс подготовки к осенне-зимнему периоду не ограничился. Этот участок улицы Волгоградской в Гомеле еще совсем недавно не имел тротуара, а движение по нему в непогоду было практически невозможным. В этом году здесь положили плитку, снятую во время ремонта на центральных улицах. Такой же плиткой выложили вот этот двор по Реческому проспекту. Вообще здесь пришлось основательно потрудиться, начиная с перепроектирования всей территории. Даже пешеходные дорожки теперь сделали с учетом пожеланий людей. Причем усилия коммунальных служб местными жителями незамеченными не остались. Жители включились в процесс благоустройства этой дворовой территории. И все, что сейчас имеется в плане малых архитектурных форм, это участие жителей. Они сами закупали, устанавливали малые формы. В настоящее время инженерно-техническому персоналу предприятия поручено в ближайшее и кратчайшее время завершить работы по подготовке жилого фонда и сформировать неснижаемый запас средств, материалов, оборудования для обеспечения надежной работы в зимний период. Вы смотрите диалог генерального директора государственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области Дмитрий Сгурский сегодня у нас в гостях. Автоматизация и модернизация. Такие характерные черты работы ЖКХ нового времени. Мы уже наглядно можем увидеть, как эта система меняется. И я думаю, что и вы уже ее эффективность тоже замечаете. Ну, не только замечаем, мы к ней стремимся. Потому что все современные методы в части автоматизации, диспетчеризации позволяют, ну, с одной стороны, может быть, конечно, уменьшить персонал, сократить затраты и получить экономический эффект в этой части. Но в том числе позволяют оперативно, удаленно видеть складывающую ситуацию, на нее своевременно реагировать. Сегодня у нас весь жилищный фонд оборудован системой диспетчеризации. То есть удаленно мы можем снимать показания, видеть, что происходит в тепловых узлах жилых домов. Также мы движемся и в других направлениях водоснабжения, теплоснабжения, автоматизируя котельные. То есть уже сегодня порядка 15% в целом теплоисточников работают автономно, без участия персонала. Все выведено на компьютер и диспетчера, соответственно, удаленно. А полный переход на такой режим – это вопрос какой временной перспективы? Ну, полностью невозможно перейти, да, потому что есть крупные теплоисточники, где в любом случае будет обслуживающий персонал непосредственно управлять процессом. А на малых мы для себя планомерно идем к этому. Ну, конечно, не все получается, все ограничится финансовыми какими-то средствами. Но планомером мы движемся и везде, где возможно. Вот в этом году мы занимаемся модернизацией 150 малых, менее эффективных тепловых источников. Уже порядка 84 мы выполнили работы. И вот на таких малых, конечно, мы планомерно, я надеюсь, за несколько еще ближайших лет, мы проведем всю работу для того, чтобы они работали полностью в автоматическом режиме, там, где это возможно. Спасибо, Дмитрий Алексеевич. Следующий вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. У меня вопрос все-таки про отопление. А вам не кажется, что пора пересмотреть нормативы? Каждый год одно и то же. В начале осени мы вернем в своих квартирах, у нас все сыреет. А весной батареи очень горячие. Может быть, стоит пересмотреть и включать осенью, но хотя бы на протапливание. Поняли вас. Спасибо. Ну, вопрос достаточно сложный с технической точки зрения. Потому что в крупных городах на протапливание, когда работает ОЦЭС, система отопления, это сделать практически, это надо бегать. Вот чуть-чуть потеплело, значит, побежали отключать в этом доме, там, или в домах. И в течение дня температура меняется. Это просто, ну, технически очень сложно сделать. Если от малых теплоисточников, где буквально один-два дома, там такой режим и функционирует, соответственно. Если температура наружного воздуха поднялась свыше 8, плюс 8, плюс 10 градусов, в том числе и весной, соответственно, теплоисточник останавливается, когда он работает только на систему отопления. В городе Гомеле система построена одновременно по одним и тем же магистральным трубопроводам, подается как для горячей воды, так и для, соответственно, отопления. Для того, если понижать под это, то, конечно, ну, тогда пострадает система горячего водоснабжения. Но регулирование тоже системы предусмотрено, и температура теплоносителя понижается за счет насоса смешения регулирующих различных устройств. Поэтому это все есть. А пересмотреть нормативы, ну, наверное, погода такая изменчивая, что все-таки они временем где-то вырабатывались, не просто так применялись все-таки. Дмитрий Алексеевич, следующий звонок уже есть на линии. Здравствуйте, слушаем ваш вопрос. Алло, говорите, пожалуйста. Здесь там девушка пропала, я только что диктовала свой номер телефона, это твой. Говорите, пожалуйста, вы уже в эфире, мы до этого вас не слышали, поэтому... Здравствуйте, я бы хотела задать вопрос. Скажите, пожалуйста, почему у нас по Вадимирова мы платим за отопление, так как платят все остальные, но у нас отопление случается только тогда, когда... То есть, милик работает у нас, допустим, в ванной, только тогда, когда включается отопление. Я не очень поняла. А отопление мы платим как отопление. Спасибо, Дмитрий Алексеевич. Уверяет, что понимает, что у вас есть вопросы. Да, я понимаю, что. Ну, к сожалению, так строились. Различные дома имеют различную конструкцию. И, в частности, речь идет о таком доме, где полотенцесушители смонтированы за счет системы отопления. Не как в большинстве домов система полотенцесушителей устроена через систему ГВС, а устроена через систему отопления. Поэтому, когда включается отопление, тогда, соответственно, работают в этом доме и полотенцесушители. Спасибо большое. Предлагаю сейчас посмотреть нашу рубрику «Есть мнение». Наши корреспонденты поинтересовались у гомельчан тем, что их тревожит, с какими проблемными ситуациями они сталкивались. Ну, в принципе, у нас в городе неплохо все это поставлено. Ну, единственное, что вот, если брать мой двор, так слабенько убирают территорию. Приходится иной раз даже и самому взять метлю там и подмести. А так, в принципе, ничего. Особых вопросов нет. У меня дом, уже ему, наверное, около 60 лет. Трубы не передать какие. Сама какими-то кусками я меняла. То есть я волнуюсь, что я могу соседей внизу затопить. Понимаете? Вот этот вопрос тоже волнует. Каким-то образом надо решить, чтобы… Ну, я понимаю, это все упирается в деньги, да? Но, может быть, чтобы шла какая-то замена каких-то труб. Допустим, общеканализационных, там, водных. Потому что сейчас же уже другие технологии, металлопласты, которые, может быть, не подвержены такому нарастанию жиров и всего на свете. Ну, вот, как бы вот это. Так? Ну, так. Дворы, подъезды. Дворы убираются. У нас, например, точно убирается двор. Подъезды? Подъезды тоже. Пусть он убирается, допустим, один раз, там, наверное, в месяц. Может быть, один раз в три недели. Затрудняюсь сказать. Какие-то бригадные такие места. Ну, что-то делается. Не могу сказать, что там очень грязно и там ужасно. Подъезды ремонтируются по мере возможности. Вот, допустим, наш подъезд ремонтировался через 10 лет опять он ремонтируется. То есть, ну, все в пределах как бы разумного. Ничего не могу сказать ужасного. Ну, и нельзя сказать, что все супер-пупер, потому что такого просто не бывает в жизни. Претензий у меня к ним нет. Может, я такой человек неконфликтный. Но меня все устраивает. Ну, нормально. Нормально, я считаю. Я тоже живу в общежитии, так что я вам это не скажу. В этой коммунальной службе я проработал 10 лет. В аварийной службе. Ну, там не все так просто. Понимаете, они сейчас реконструируют, реконструируют. А ничего хорошего у них не получается. Людям мало платят. А какая оплата, такая и работа. В целом, удовлетворительно, могу сказать. А чего не хватает? Чего бы не хватало? Отопления не хватало бы, когда морозы. Не хватало бы уборки в подъездах более такой тщательной. Мне все хорошо, мне всего хватает, у меня все в порядке. Я считаю, что только плюс могу им сказать, и все. Потому что счета приходят хорошие. Я довольна. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о начале отопительного сезона в Гомельской области. И нашей студии готовы принять очередной телефонный звонок. Здравствуйте. Спасибо, что дождались. Слушаем вас. Здравствуйте. Я обращаюсь с какой проблемой. У нас на поглядах Министского 126 кошатницы в подвальной части, по всем подвальной, этим узлам наших шести подъездов, как приходит холода, они налаживают в подвале тряпки на батареи горячей воды, чтобы коты туда залазили и там сидели, и там ночевали, и спали, и там катились. Можно, чтобы какое-то было постановление, чтобы они поняли, что они нарушают, они санитарию разводят, и все правила эти нарушают. Спасибо за звонок. Хотя очень тяжелая эта тема. Ну да, это безнадзорные животные. Одни, к сожалению, их опекают, заботятся или как-то пытаются как-то согреть, обогреть, подкормить. Да, другие этим недовольны, отчасти это имеет с собой подоснову, потому что все-таки безнадзорное животное, как правило, это и болезни всевозможные, и разносчики, и блох, и прочих каких-то заболеваний. Поэтому если там уже, ну, мы поручим соответствующим уже посмотреть там ситуацию, если там она уже чересчур как-то критическая, то, конечно, мы в нее мешаемся в любом случае, потому что, ну, в определенном кошке в подвальных помещениях пользы-то мало приносят. Да, ну, чисто по-человечески я могу понять человека, который стелит какую-то тряпочку для того, чтобы там животные могли погреться, и не могу понять всех, кто вызывает службу отлова, хотя правы-то как раз, наверное, они. Ну, здесь дискутировать не будем, конечно. Конечно. Давайте лучше обсудим увиденное в нашем опросе. Пройдемся по тем проблемным моментам, которые люди отметили. Слабенько убирают двор, прозвучало. Качество уборки дворовых территорий и подъездов должно контролироваться. Обязательно. Если люди считают, что недостаточно, качественно это делается, куда обращаться? Ну, соответственно, сегодня есть единая диспетчерская служба 115, и самый лучший вариант – это обратиться туда, позвонив по номеру 115, и, соответственно, оставить свою претензию в части оказания жилищно-коммунальных услуг. Спасибо. Изнушенные трубы, по мнению жителей, страшно затопить соседей. Можно понять, ну, что делать, самим менять? Ну, в квартирах граждане и собственники обязаны самими менять, а что касается внутридомовых систем коммуникаций, то есть это стояки, центральные канализации, водоснабжение, отопление, то, соответственно, при капитальном ремонте эти работы включаются в печень, работы производится замена. Людям мало платят, отметил человек, который 10 лет в отрасли проработал. Вообще не видела, конечно, человека, который считает, что ему слишком много платят. Но вы в курсе, какие зарплаты просто у рабочих в аварийной приплате? Ну, конечно, мы знаем, мы не просто знаем, мы их отслеживаем, мы в том числе применяем определенные меры, которые позволяют, чтобы заработная плата росла у работников предприятий. И в частности, в том числе, ну, если уже так говорить, у каждого работника, ну, в частности, обслуживающего жилищный фонд, есть еще возможность оказывать платные услуги населению, качественно оказывать и, соответственно, иметь дополнительный доход в своей заработной плате. Да, еще хотелось бы добавить, что все-таки какая зарплата, такая работа, ну, не совсем правильно. Вот, наверное, какой специалист, так его и ценят. Да, в первую очередь, наверное, отношение к делу. Да, да. Вот, и тогда, я думаю... Хотите показать, а возможность наверняка всегда есть как-то увеличить свой доход. Не хватает отопления в морозы. Вот тут разница очень заметна, потому что у кого-то окна нараспашку, а у кого-то обогреватели в ущерб пожарной безопасности. Вот здесь, что делать? Ну, если в целом говорить, то у нас таких проблем нету. То есть социальный стандарт 18 градусов во всех помещениях обеспечивается. Да, бывают проблемы в момент запуска системы отопления, на которые мы реагируем, но в отопительный сезон обращений у кого-то меньше 18 градусов нет. Не поступает, да? Да, где-то отдельные люди хотят 22 иметь. Да, наверное, бы хотелось это иметь. Но социальным стандартом 18 считается, ну, обеспечено теплоснабжение в данных жилых помещениях. Ну, вот у кого-то 18, а у кого-то, наверное, 25. И тогда тут очень завидно. Ну, вот это вопрос, конечно, регулирования системы отопления внутри дома, да. Вот. И, конечно, надо понимать и то, если в квартире 18, образно говорю, и 25 в целом, если в доме говорить, то, конечно, эти жители платят, соответственно, больше, потому что теплощетчик учитывает, соответственно, это теплопотребление дома. Спасибо, Дмитрий Алексеевич. 7 минут до окончания эфира у нас есть телефонный звонок на линии, и поднакопились вопросы на Вайбере. А еще хотелось бы обсудить один очень важный документ. Вот. Начинаем с вопроса, который у нас есть. Здравствуйте. Добрый вечер. Вас беспокоят жильцы дома Жукова, 4, я конкретно, квартира 47. Скажите, пожалуйста, кто должен контролировать подрядчика при проведении капремонта? Дело в том, что у нас закончили капремонт. Про качество желает оставлять лучшего, но дело в том, что наш подвал, просто завален строительным мусором. Обязаны ли они убирать, и кто это контролирует? Поняли вас, спасибо. Подрядчик не устроен. Ну, кратко скажу, обязаны убирать и контролируют, соответственно, заказчик этой услуги на капитальный ремонт. Поэтому все в рамках проведения капитального ремонта уберут и найдут порядок, и сдадут объект. Заказчик ЖУ? Скорее всего, коммунальное унитарное предприятие, городское жилищно-коммунальное хозяйство. Городское? Да. То есть должно принять работу, и, соответственно, если там груда строительного мусора... Конечно. В любом случае это так и происходит. Возможно, все-таки еще не все закончили, поэтому не убрали. Еще срок не подошел, да? Не, ну, мне сложно судить, я так на память... Ну, можно просто куда обратиться? Позвонить в городскую, да? Да уже не надо, уже позвонили, да, обратились. Спасибо большое. Есть еще вопросы на Вайбере. Хочу сказать спасибо за службу 115. Позвонила со старой проблемой по ремонту канализации в подвале по адресу улицы Малычук. Опять перезвонили из ЖУ, все уточнили, отремонтировали в течение нескольких дней. Была приятно удивлена. Спасибо. Хороший отклик. Вообще служба эта себя проявила очень эффективно. Ну, это прямой контакт с людьми, минуя, соответственно, непосредственно исполнители, да? И нам бы хотелось, чтобы больше жителей, в случае, если у них есть какая-то неудовлетворенность, либо есть у них претензии по качеству указательного услуга, обращались именно на телефон 115. В рамках этого диспетчерской, единой диспетчерской, любой звонок будет зафиксирован, поставлен на контроль. И, соответственно, исполнителям поручено и отконтролировано его исполнение. Дмитрий Алексеевич, еще есть несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, почему работники ЖКХ должны прийти для проверки батарей перед отопительным сезоном именно с 9 до 16? Как же работаю? Я не могу быть дома в это время. Должны ли приходить? Или ничего страшного, если не проверят? Как правило, по квартирам не ходят, за исключением, наверное, тех случаев, когда по какой-то либо причине произошло завоздушивание батареи в этом жилом доме. И тогда, конечно, есть необходимость попасть на верхние, как правило, это на верхние этажи, где имеются спускные устройства для того, чтобы спустить воздух и запустить циркуляцию по стоякам. Но мы тоже пытаемся с такой работой, ну, в свое время так были устроены дома, и мы при капитальном ремонте стараемся выводить на чердачное помещение такие устройства, для того, чтобы нам как можно реже было необходимость попадать в квартиры и каким-то образом причинять неудобства гражданам. Есть несколько вопросов по ямочному ремонту. Адреса мы запишем, соответствующим службам передадим. И такой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда будет утеплен дом в городском поселке Брагин по улице Крылова, том 6? Областное руководство в курсе данной проблемы. Большое спасибо. Дмитрий Алексеевич в курсе? Сходу я не могу. Все-таки у нас 400 с лишним домов на капитальном ремонте находится. Обращение, наверное, такое есть. Если он в рамках капитального ремонта и проектно-смертной документации предполагает утепление, то по выполнению капитального ремонта будет и утеплен, соответственно. Ну вот как раз по энергоэффективным мероприятиям. Три минуты у нас до окончания эфира остается. У нас уже звонков не принимаем сегодня, потому что очень важно обсудить указ номер 327, который касается повышения энергоэффективности многоквартирных жилых домов. Указ подписан главой государства. В скором времени вступит в силу. Несколько слов, пожалуйста, о механизме его реализации. Указ был разработан в развитии, так скажем, улучшения качества проживания населения. И указ направлен на помощь гражданам в модернизации или улучшении условий проживания в своем доме. Напомню, что сегодня в капитальный ремонт не входят работы по модернизации. И работы по модернизации выполняются гражданами за счет собственных средств. И вот страна решила пойти навстречу гражданам, понимая, что не каждый может выполнить эти работы по модернизации, а все-таки снижение, вернее утепление или модернизация системы отопления жилого дома позволяют в конечном итоге выиграть как стране, так и гражданам. То есть уменьшить потребление жилого дома. Это в конечном итоге скажется на оплату населения. И, соответственно, до 50% государство может возмещать при выполнении собственниками этих работ. А кто должен инициировать мероприятия по утеплению дома, по снижению тепловой энергии? Инициаторами могут выступить как сами граждане, проживающие в этом, так и обслуживающие организации. Соответственно, после того, как будет принято решение большинством проживающих в этом доме, проведется разработка проектно-сметной документации, будет выполнена работа, с собственниками заключат договора, соответственно. И в течение 10 лет, для многодетных допускается до 15 лет, равными долями от стоимости этих работ, значит, граждане будут ежемесячно возмещать плату за модернизацию, ну, в данном случае термореновацию жилого дома. Ну, а предварительные расчеты что показывают? В среднем сколько придется за это заплатить? Наверняка же какие-то... Ну, предварительно, дополнительные расчеты показывают, что ежемесячный платеж составит чуть-чуть там больше 8 рублей. А, вполне точно. Всего лишь, да, в течение ежемесячно, равными долями, 10 лет. Ну, это еще, конечно, зависит от того, какие работы будут выполнены на доме, поэтому, ну, цифры могут отличаться, но в целом снижение потребления дома до 40% при выполнении всего комплекса работы. Спасибо огромное, Дмитрий Алексеевич, за сегодняшний такой активный, насыщенный эфир. Спасибо, и вам. Генеральный директор государственного объединения жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области Дмитрий Сгурский был сегодня у нас в гостях. Спасибо за внимание, за ваши вопросы. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин